Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот что мы делаем сейчас ДимаTorzok 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 ДИНаTorzok 5 стих Итак, умертвите земные члены ваши блуд! Нечистоту, страсть, злую похоть и любостижание, которое есть и до askedужения, толкование . Не сказал отбросьте, но умертвите, так, чтобы они уже не воскресли. Земными членами, вероятно, называют телесные наши члены. Если они не содействуют приобретению небесного, то земные, а если совершается через них небесное, то они уже неземные, подобно тому, как и мы являемся как бы неземными, если не видим и не слышим ничего дурного. Может быть, подземными членами, разумеются, совершаемые телесными нашими членами грехи, которые остаются на земле и тут же погибают, тогда как члены тела, хотя и от земли, однако не останутся навсегда на земле и не истлеют, но по воскресенье получат нетление. Но почему, сказав выше, вы погребены со Христом и совлеклись тело греховного плоти, теперь опять говорит, умертвите, потому что первое умерщвление было даром крещения, отъявшим сущий в нас первородный грех. А теперь предлагаемое умерщвление есть дело и произволение нашего, состоящего в том, чтобы заглаждать грехи, бывающие после крещения. Более же в том, чтобы даже не позволять им оживать в нас, потекая зарождение их посредством умерщвления плотского мудрования. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь, обновив загрязненную медную статую и придав ей снова блеск, просил владельца этой статуи тщательнее очищать ее от ржавчины, не от той, которую он уже счистил, но от той, которая покажется после. Блуд. Вот это объясняет, какие это члены. И прежде всего упоминает блуд, потому что эта страсть имеет самую большую силу, оставляет в отдельности говорить о том, о чем неприлично сказать. И словами нечистота и страсть дает видеть все виды постыдных смешений. Ибо действительно, страсть есть неистовство тела, подобно горячке или ране, или другой болезни. Злую похоть. Вот опять он сказал вообще, обо всем, ибо все похоть злая, но есть желание и хорошее, которое выражает стремление к Богу и к делам божественным, по которому и Данил был мужем желаний. Данила 5.32 Первенец злой похоти есть любостяжание. Его назвал идолопоклонством, поскольку оно есть служение серебру и золоту. Идолы язычников, серебро и золото. Псалом 113.12. Стих 6. За которые гнев Божий грядет на сынов противления. Толкование. Гнев будущий и в настоящем веке часто наказывает таких. Сынами противления называют их, лишая всякого снисхождения и показывая, что они пребывают в страстях не по неведению, но по упорству, которому так предались, что будто усыновили себя ему, от него прияв отличительные и характеристические себе черты. Стих 7. В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Толкование. Это слово не без похвалы, потому что ныне они уже не живут в похотях, но было время, когда жили, ибо были язычниками. Восьмой стих. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, вернословие уст ваших. Толкование. Как же это? Только что сказал, некогда обращались, показав тем, что уже не живут так, и вдруг опять говорит, отложите все. Как им отложить то, чего уже не имеют? На это можно ответить, что сказанное, некогда обращались, служит к разумению того, что теперь говорится. Ибо этим внушается, что некогда, то есть прежде крещения, властвовал в нас грех, обладал всею нашей жизнью и тиранствовал над вами. И свобода от страстей для вас была невозможна. Ныне же, когда через крещение грех в вас умершлен, для вас стало удобным отлагать страсти, как одежду. И нельзя вам выставлять в предлог, что живете под властью греха и страстей, ибо вы умерли для них. Злобой называют злопамятство, которое некоторые называли огорчением, когда кто держит в себе злобу на другого, как бы отомстить. Злоречие. Это о бранчивых речах, говорит апостол. Выразительно сказал, уст ваших, ибо уста ваши освящены приобщением тела Господне. Потому крайне неуместно вам осквернять злоречием и сквернословием уста, приемлющие Христа Господа. Стих 9. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Поколание. Вы облеклись во Христа, сказавшего, «Я есмь истина» Иоанна 14.6. Как же теперь облачать вам себя другой формой одежды, формой лжи? Тогда явно будет, что вы скидываете ту форму, как бы форменную одежду, которая характеризует вас чертой истины. Почему он, назвав члены тела и человека растленной жизнью, опять то же самое называет добродетельным, чтобы показать, что свобода в человеке важнее сущности, что мы называемся скорее по ней, а не по сущности. Ибо Писание называет лошадьми, собаками и лисицами тех, которые по своей воле уподобились этого рода животным. И в гиенну, или в Царствие Божие вводит нас свобода, а не сущность. Итак, ветхим человеком называют развращенное произволение, посему и добавил, с делами, разумея свободу и ее дела. Назвал ветхим, желая показать его гнусность, безобразие и слабость. Смотри, как он составил члены ветхого человека. Мысль его состоит из лжи, сердца из ярости, уста из лжи и злословия, глаза и прикрытые члены из блуда, печень из худого пожелания, руки из любостяжания. Стих 10. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его толкования. Новый человек есть произволение по Богу, не стареет, но все больше и больше расцветает и разрастается по знаниям Бога и вещей божественных, всегда и всегда являясь юнеющим и, однако, тем более крепнущим, чем полнейшее стяжает ведение и чем больше восподобляется по образу создавшего его, то есть Христа. Христос не приходил в старость, но всегда был так прекрасен, что и сказать нельзя. Прекраснее сынов человеческих. Псалом 44.3 Ибо не сотворил греха, который старит и растлевает, и мы, созданные им по образу его, должны отсекать от себя всякое греховное растление и старение. Создание разумеет апостол и то, которое бывает в крещении, и то, которое бывает от прекрасного образа жизни. 11 стих. Где нет ни Элина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Толкование. То есть празелита и иудея из знатного рода. Вот еще похвальное отличие нового Христе человека, что в нем не берется во внимание ни что внешнее, ни род, ни достоинства, ни предки, но что Христос есть черта отличия его, характер его. Во всех по духу истинно добродетельной жизни образовавшихся все есть Христос, то есть и род, и достоинство. Или иначе можно сказать все вы один Христос, будучи телом его. Богу нашему слава во веки аминь. Я хочу поблагодарить всех, кто молился о рабе Надежде, рабе Анастасии. Обе прооперированы. Настя еще стационарик выпишет. Скорее всего завтра, понедельник. Жену Надежду выписали в среду прооперировали, в пятницу выписали в конвейер. Там не держат. Коленку? Да. Территория дороги? Да, не, куда, домой? Домой, да, все. Так что дома. Ну, вот так что благодарю вас всех за ваши молитвы. Пока управляюсь и дети, и старший ребенок 96 лет 1 января будет. Все на мне, так что слава Богу за все. Виктора Андреевича. Так, о болящих, ну, всех перечислили, кто болящий у нас. О рабе Николае молитесь, братьям нашим, чтобы Господь дал ему силы, терпение. В таком состоянии с человеком теперь надолго, наверное, там будет. Вчера был у него с батюшком. Ну, батюшка рассказывал. Галины Николаевны нет, наверное, тоже неплоховато. У кого? Галины Николаевны Кудрявцевой. А Кудрявцевой, да. Все время. Ну, надо узнать, надо позвонить, узнать. Маргарита у нас упадала сильно, а в неле дошла. Ну, теперь чего? Ну, вы звоните кому-нибудь, братья-то, вы у нас же есть лошадные-то, подвезут вас? Чего же вы так, после травмы? Один лошадный только. Позвонили бы брату Игорю. Брат у нас милосердный. Белокурихи и даже не приводчиком стало. ты тому брату так говоришь? Я приезжаю. А? Ближе. Я говорю, позвоните. Ну, ты сам инициативно спроси. Ну, нужно? Да и я тоже предлагал свои услуги, так что, я не знаю, что она такая скромная. На тебя и надеется. Она просто немощная. Она не звонит мне никогда. Звони. Не стесняйся, что обременяешь их. Это обременение. Слава Божию, в спасение своей души делают это дело. Мне недалеко до нее там ехать. Злова там дозвонилась, все болеют. Где? Ну, Фросе я дозвонилась. А, Фросе? Все еще болеют? Да, она стала болеют, Ваня сильно кашляет, а Инна сегодня на работе. Ну, кашляет как бы это, кашляет. Не, не, пускай лучше они дома кашляют. Ладно, вратце. В одной и хватит. Поправился? Ну, слава Богу. Ну, Валерий поправился, кто же с ним? Кашляет. Кто болеет? Нет, у Татьяны Александровны нет. У нее неизвестно, кто с ней связь имеет. Татьяна Александровна, кто имеет связь? Никого? Шангаева? Она бы посварила. Она бы посварила. Ну, посварите ей. Знаете, что с ней. Еще кто у нас остался? Марина тоже болеет. Марина, да, Марина. Не забывайте молиться. У кого есть слово? Благодарение, просьба, пожелание, критика, добрая критика, соответствующими предложениями и в качестве себя исполняющего это предложение. Да, брат. Хочу всех поблагодарить, кто молится за моих занятий с детьми особенно. Вчера был приятно поражен, ну, там начал говорить о лене, говорю, ну ладно, поднимите руки, кто себя считает неленивым. Неленивым? Там 10 человек было, и все подняли. Все неленивые. Я говорю, ну так, ну давайте тогда скажите, что вы делали. Начали рассказывать, я думаю, ба, ничего себе затеяло, я такой разговор. Один там Миша Ширяев есть, он вообще на Тихночу проповеди печатает уже. Да, 13 лет, по-моему, не ленивый же, конечно. Ну, понятное дело, тут уже, не могу же я сказать, что он лень. А другой в воскресную школу посещает, потом, которая Фаст, вот, Ревека, Анастасия ведет. И еще ко мне тоже выходит на занятия. Ну, то есть, тоже не скажет, что ленивый. И все пятерышники, отличники. Я посмотрела ролик, мне так понравился. Думаю, как, как ты можешь, ты вот, ну, как-то их увлечь можешь. И все говоришь так, ну, мне вот, я взрослая, мне интересно было. Я, я с ним, с ними говорю по Златоусту, мы договорились с ними, что я их буду знакомить со святыми. Вот сейчас начался с Златоуста. Ну, потом дальше какой-нибудь другой святой нам поможет. Ну, и так это все, я же не читаю им все подряд, а, ну, как бы, пересказ делаю такой, чтобы, немножко прочитать можно, а они не понимают. Начнем сейчас читать, что он поймет, технику начни, сейчас он там, ТТХ, Гаубица, М-100, зачем им это надо? Поэтому с ними же беседовать надо. Стишок какой-нибудь детский такой, немножко там, о господи, они радуются. Какой-нибудь фильм, открылочек из фильма показать, начал о Рождестве сейчас, 6-го числа, ну, закончу уже там. Потом другое что-то, ну, постоянно разнообразить репертуарчик надо, тогда, конечно, дети, им интересно. И постоянно задавать им надо вопросы, чтобы они участвовали. Дело все в том, что час, если сидеть им там, и так, запишите это местописание, запишите это, в конце края, это можно 4 часа сидеть, а не кто как пишет-то. Кто записал, кто не записал, кто понял, кто не понял. Они же там, начиная с 6 лет, и до 16, Стефану. Устиновым. И чего? Они так-то говорить не могут, пускай хоть поговорят. Они начали разговаривать, вот дети, видите, отвечают, слава Богу. Я вчера такой внезапный вопрос задал, я говорю, я постоянно вам буду по прошедшему материалу задавать внезапные вопросы. Вчера задал вопрос, в третий день, что было сотворено. И уже не ошиблись, уже сказали. Я говорю, это взрослые не скажут-то, так что вы давайте, держайте дальше. Ну и так постепенно. Ну и по второй главе. У нас три главы мы всего прошли. Стефан Актина участвует? Ну, участвует. Нет, с него слово тоже выжить тяжело. Он себя держит, это как партизан. Я говорю, ты потеряющий партизан, держишь себе благочестие до конца. Немного, хоть расскажи, чуть-чуть. Чуть-чуть что-то говорит. Ну, головой кивает активно. Это хорошо уже. Дальше слышно. Но это не главное. Главное, чтобы они выходили и там развивать. Да, песню вчера раздественскую пели на лошадке там, зимой там туда-сюда. Но зато я там третий куплет Господь дал мне сочинить. И этот куплет не просто Рождество, там Рождество, это Рождество. А я там все заменил. Рождество, Рождество, Христово Рождество. Сердце радостно поет Иисуса Рождество. И третий куплет я такой сочинил. К храму побежаем, надписи горят, а Христе воскрешим. Людям говорят на кресте на кресте спасения Иисус принес в Вифлеемских яслях Спаситель наш Христос. Игнатий Ивановичу понравилось. И заканчивается Рождество, Рождество, Христово Рождество. Сердце радостно поет Иисуса Рождество. Рождество, Рождество, Христово Рождество. И сердце радостно поет Воскресение Рождество. Господь. Я думаю, как бы детям так, чтобы не просто Рождество, Рождество. Рождество мы были с Игнатий Ивановичем на всех конфессиях. И стал еврейский и Равин и сказал с Рождеством. Ну да. И с каким Рождеством? Игнатий Иванович потом все говорит с Рождеством. Только не сказал кого и где и как Рождество. А здесь Воскресенье Рождество. Понятно? Или нет? Ну дойдет может когда-нибудь. Родилось Воскресенье сейчас Христово. А то что? Ну лежит он маленький еще ничего не понятно. Ну конечно слава Вышник Богу Ну и в этом году Рождество в Воскресенье совпало. Правда тут двойное совпало. Хорошо получилось. И мы с ними вчера спели. Правда непонятно там не знаю как-то надо какую-то же другую программу наверное чтобы понятно было поют они или нет. Я говорю ну поверю вам кто хорошо пел? Все. Все хорошо пели. Ну там что-то о-о-о-о там что-то такое было. Перебивали говорится. Ну вроде бы слова-то произносят и слава Богу хотя бы. Ну вот на следующем будут калятки у нас разучиваться. Да. Калятки знаете что такое калятка? Знаешь? Калятка знаешь что такое? Калятка малятка нет? Калятки разные бывают. Ну знаешь что такое калятка? Песня. Песня. Какая песня-то? Все песни. Калятка это не просто песня а рождественское приветствие от меня вам допустим. И я небо и земля небо и земля мы не торжествуют. Ангелы людям ангелы людям несут весь благую. Христос родился Бог воплотился ангелы ликуют небо торжествуют пастухи внимают стадо оставляют чудо-чудо возвещают. А вы мне должны ответную потому что меня-то тоже приветствуете что я один буду приветствовать вас. И тогда получается что мы все брат сегодня читал последние слова мы все Христос а так здравствуйте пожалуйста любите друг друга любите друг друга а не любите когда-то там любите друг друга вот сестра любит меня я люблю ее вот прям сейчас одновременно во Христе мы любим друг друга мы двое Христос Христос а у нас еще есть вот еще 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 членов то много у Христа поэтому это приветственная песня рождественская она несет себе огромный смысл что ты радуешься тому что Христос воскрес для того чтобы тебя спасти понятно родился чтобы тебя спасти и меня и мы как бы друг друга приветствуем вот что такое калятки а то в одну сторону дети начинают там петь а они выйдут дадут конфет взрослые ну теперь иди давай а дальше пошли там что делать непонятно нет уж так что будем калятки исполнять исполнятки то есть во Христа и значит еще попрошу у меня на этой неделе начинаются занятия по деяниям святых апостолов да деяния святого Духа вы знаете что у нас тысячи километров в нашей общине тоже тысячи километров было деяний Духа Святого знаете сколько проехали братья и мы тоже трудились молились за них и какие-то средства там и главная была наша надежда что Господь тоже примет и наши тоже труд в эти деяния пройдено было я не побоюсь даже больше километров ну вот так по километражу сколько прошли апостолы потому что они шли по частям одни туда в Испанию другие там в Индию до Китая дошел кто-то или нет наверное не дошел до Японии точно никто не дошел а вот до Российских берегов вот там где Киев дошел апостол Андрей допустим а потом уже от 70 апостолы чуть повыше там шли в Германии где-то были и почти все погибли всех убили почему потому что римское право там не действовало можно у язычников было творить что хочешь а в этот момент как раз было римское государство которое охраняло своих граждан и не давало просто так убивать поэтому можно было на территории Рима разговаривать потому что богов у них было много все стояли и тогда еще не было этого противоречия между Иисусом Христом и теми богами которые были языческие это никто этим весами вот так так что помолитесь пожалуйста чтобы деяние святых апостолов было всем понятно ясно и все вы радовались Господа благодарили что есть такая книга деяния духа святаго как сказал Иоанн Златоуст пасти Христа пасти Христа пасти Христа пасти Христа еще около раз больших глаз и каждый тащил за собой своего бога он весь Иерусалим уставил а после него сын Раваам и написано скудовунды ему дали два совета первые пришли которые и говорят налоги то были чрезмерные ну понимали тут государство надо ну теперь обычно со смертью правителя какая-то амнистия сделайте поменьше Раваам что сказал это старики рассуждают а ну молодежь соберу и вот поем молодежный отряд а те говорят ты не давай все им сегодня они требуют одно а завтра на шею сядут ты скажи если наказал вас бичами мой отец я буду наказать скорпионами скорпионы это ременый бич а на конце крючок железный он ударит и отрывает мясо и тогда что раздался крик это мы получили со смертью правителя еще хуже Израиль по шатрам а вот теперь Израиль по шатрам это означает 10 колен из 12 ушли а второй который остался он решил идти завоевывать вышел прогород сиди на месте не у нас это от Бога я говорю это не просто а на сегодня 6 день сколько вас осталось это все последнее сколько здесь было в храме и сколько сегодня и потом это всегда такая история и вот эти цари когда пошли идти уже надо и другой израиль спрашивает у тебя пророки есть если все говорят одинаково иди ромов галатский наш будет вернем мы что у нас отняли Крым возьмем по своему тогда было а еще у тебя есть пророки да один есть я его не люблю он никогда обо мне хорошего не говорит он не сказал что справедливое не говорит хорошее нет а кто это такой что скажет бог кто изреку и я из замученная фраза у Михея к такому в рот не заползет змея не нанесет он в уши ахинею а то у меня стихотворение написано такое есть ну и не говори так царь и говорит ему как только он зашел все сказали идти ну идти или не идти начинать там войну или нет все смотрят что он скажет он говорит я вижу опсы рассеялись по всем холмам и нет у них никого кто заботит о них тебя о войне спрашивать я же говорил он обо мне говорит как не заботиться я царь я издал уконы я отцов законы дал что ему нужно храмы открыты каких овец видел что нет никто не видел что овец нету то есть они сейчас те которые ушли они сидеть спать не будут они будут слушать смотреть сегодня так это удобно в кинотеатр идти не надо ни один ни два человека уходят и этим батюшка не интересуется никогда не слышал от него мне говорит это не надо я не могу не сказать я уже сколько раз говорил с него спросится не за то что ездил он прищищать это делать там четыре раза в год достаточно а где овцы эти вот он выходит потеряешь я пытаюсь его сюда затащить смотри хорошее на отношении он видит он не видит почему у него цель другая он с другой целью сюда приходит и ни разу сюда ну то что сделал занес скамейку и сразу скорее и на улице я дождусь кого мне надо надо быть совершенно слепым или дурь эту возвышать что я как будто я не вижу овцы рассеялись сколько там у нас написано было у нас достигало количество здесь 99 сколько осталось и у каждого есть причина причина есть и очень важная какая волопус пытать надо третий там женился вы знаете что у него было это вот сегодня которое состояние я хочу сказать вы обратите внимание на своих детей вот делают массаж массаж делать а руки в проказе можно ему разрешать но бывает скрытая такая болезнь все время такой что он тебе даст а это не просто мять в мускулы а это передается и твое что-то бывает ты только прикоснешься и он уже на ногах стоит люди не нуждаются общину это номинальные христиане в которых Амбросий Юрацев говорил прохожане это все знают не прихожане он пришел ушел отец Семен тогда был киток здесь пещенник и он говорит бабка бежит на базар у нее сумка на руке храм я давно не причищалась сумочку поставила сумку свою портфель уже очень наш пропели она не была здесь причищает это еще стоит кто не причищался у нас лживое христианство настолько оно лживое что только глупый или преступник этого не видит как Монтейн говорил отрицать Бога у гроба ближнего и под звездным небом может только крайне уже засохший идиот или преступник неислили отрицать Бога мы этого не видим видите как а что я буду подбирать говорить я их каждого почти задерживал говорил не надо задевать запретить это делать я сейчас про это только говорю внимательно слушайте этим болеть надо а почему а Господь говорит когда разошлись а вы не хотите уйти это картина была тогда номинальные были христиане и только Петр а к кому уйти у тебя глаголы вечной жизни у нас собрание собрание когда приходил возвращался из поездки командировку как угодно называют и говорил людям оставались и продолжил продолжил слово до утра там и птихий сейчас валился ему и не надо это мы птихие помните из окна было хлопнулся теперь ему надо воскрешать еще было тратить время вы маленько гляньте на это дело люди избери одного хотя бы почему ее нету куда она делась она твоя дочь твоя дочь тоже что-то ищет они ищут то что им не потребуется сегодня только считаю вот брат Валерий сейчас считал что нам дает Господь интересное и духовное что важнее а я беру сейчас сразу показывает крест и кто на кресте Бог ну кто он тебе ну Бог ну он Бог любой мышки любому насекомому он Бог тебе лично ну не знаю что сказать для нас это мой пришел спаситель Божий Сын я к ногам его пронзенным с раскаянием иду грех мой крови причистой смыть молю да смыть молю помни Господа Иисуса Христа я помню и есть я молюсь но дальше это идет ранами его исцелились это еще непонятно но в конце кровь Иисуса Христа ощущает кровь не та кровь которую в чаши подают которая на гонгопе течет и у нас даже это извращено все для прощения грехов нет этого что причастие для прощения грехов даже намека на это нету а кто не причащается кто нет жизни вот это хорошо заметно ну маленько гляньте а перед этим точки три точки стоят что это означает предложение неполное первое если ходим во свете как он во свете мы ничего не скрываем имеем общение друг с другом а их нет они их вымело вот тогда вот это играет тогда гонгопы им это не надо это наше трагическое место собрание не нужно а собрание нужно надо прищастить я в любой храм сунулся хоть где примут а почему и попы то такие он раньше времени рукоположен он ничего не знает ему разве он никогда не затронет самое главное что престол монарши и патриарши изминулись тросли все вместе и патриарх все будет благословлять что скажут это не сегодня началось за этим стоят столетия и что наконец бог ахнул и царь весь пошел сколько было в это время 1275 монастырей 1275 монастырей в россии были и ни один не восстал за царя когда сбросили везет поздравлять друг друга а до этого каждый день только его поминали и поминали и поминали и 57 тысяч храмов это по одному даже священнику сколько бы они пошли наисподи батюшка спрашивает когда ты последний рассчитал евангелем ведь не спрашивают сколько я ему говорил спрашивает ли ходил ли ты с благовестием не ходил иди в сторону другой батюшки крепко держится я говорю о батюшке нашем приехал какого он там не надо говорить священник говорит вот видишь примерно 150 человек надо исповедовать я замучился это до утра помоги мне батюшка я буду по-другому исповедовать мне это и надо трони вот он вышел священник болтарь зашел батюшка смотрит кто не был постником в этом под стене поселиться я прошу не стойте приезжать не буду 90% вымело сразу остались еще так бритых я не исповедую и 150 человек осталось 5 человек ну так становитесь будем исповедовать примеры добрый батюшка дает но дальше когда приезжает ему не надо говорить постятся все постятся наступает пост люди не ходят дай батюшка разрешение у меня там курочка бульончик у меня желудочек болит и батюшка не имеет этого права я сейчас пост полный не соблюдаю растительное масло беру мне необходимо только но это разрешается и вино у батюшки нету полномочий записать тебя чтобы космическую группу очередь поставить я говорю о том что сейчас есть о чем говорить эти люди не имеют общения друг с другом которых нету изберите по одному и начнайте начинайте говорить вот она подходит утром у меня кто-то из вас здесь сегодня я вот хотела покаяться перед вами передо мной зачем ну кто-то что-то там было когда-то я была такая мне не надо это у меня секунды нет сейчас какая идет работа в общей сложности может быть потеряно около 700 проповедей а это все готовится к материалам там уже есть там вошли уже тысячи проповедей что делать надо я сижу теперь уже нам помогает примерно 34 человека из интернета я не беру по одному по одной проповеди это перевести в Букиное выражение ни один из нас не скажет хоть бы один раз сказали помочь надо а теперь готовы эти редактировать мне приходится там непонятно не расслышали а я знаю о чем говорю даже строчка выпадет я сразу за меня знаю потому что это мое не один из ваших а вот которая принимала крещение армянка Анна Игна она другое имя получила теперь Девора Девора и она это узнала она работает как работница у генерала и с ним кто-то запирана есть там книга наша уже она ездит но дело это в общем что она сразу говорит а что же другие это нет а вот тут у нас есть Анна Яакимовна а у нее знакомая есть ну допустим в Англии я с ней буду говорить она за два дня мне пять работников нашла одна девчонка это как понимать почему другие это этого не делают я сколько раз вам говорил сегодня у нас программисты посмотрите Алексей какой замечательный Виктор там Петеримов ну установят там ну все простое такое вы у нас утренняя молитва у вас там нету когда мы в Потеряевке все таки я достучался утром стали к нам к пяти часам приходить староста приходит с той стороны у стену батюшка даже пришел идет моление и это все передается и там присоединяются люди со всех стран это ежедневно кроме воскресения а потом Москва на четыре разница они в это время в девять часов точно так же проводят мы только можем смотреть а потом через два часа семикратно в день прославляем тебя больше в мире нигде это нету а мы ничего не сделали еще теперь то что считается это надо притворить в жизни сколько новых людей пришло а у вас поднимите руку кто каждый день бывает в интернете на этих молитвах чтобы для вас для вас шел дозвон кто там сегодня будет вот Хапина Валентина Сергеевна и она причащалась Ольга Николаевна Симоненко подожди они ведут утром попеременно около пяти лет и ошибки ни одной нет говорят прямо настоящие дикторы располагают сердце человека там одна есть такая женщина ну просто я ее нисколько не знаю но один раз она помолилась я сказал видите у нее церковный напев она говорит ну теперь кто будет молиться молчением сразу ну давайте ее и она опять здесь о коме говорю Уткина Уткина как Уткина Надежда Надежда Господи к тебе прибег вот она считает все как есть и она каждый раз полностью все высчитывает ну это 10-12 минут идет почему остальные это нету Сергей Павлович у тебя же все есть и знания почему тебе нет на молитвах ну пупку в зеркало посмотрите и скажешь фамилия она правильно у нас имена то не могут дать как почему на один день я попутно отпомнюсь маленько на каждый день считаешь и сколько святых ну родилась девочка там три имени женских ну маленько глянь кто родился то как Светлана а она черная волос такой это Миланя переводится черная почему вам Миланей было ее не назвать то если там уже имена были тут старообрядцев никто не спрашивает священник сам определяет и у него на это талант есть вот мне дали это имя и что интересно на этот же день было рождение и втихи а он свящается только один раз у меня тихо означает приносящий счастье а и втихи означает счастливый вот все как будто специально объединилось надо маленько научиться видеть что происходит когда мы думали как назвать общину там есть написано оказывается была старообрядческая крестовозвиженская мы били за планетарией старообрядческая и был правитель я за всю жизнь ни разу никому не обратился Игнатий как дела то есть не было человека с кем бы я мог поговорить а там был Игнатий Тихонович священник у нас написано все там это все как Бог может что Игнатий да Тихонович нигде больше в интернете не найдешь моя фамилия и имя вместе нигде ни разу в интернете не встречается я обращаюсь к чему начал будьте внимательны где брат твоя а я что сторож ему это про нас говорится эти люди не просто ушли нашим небрежением они убиты вот как будьте внимательны потому что возврата нам не будет оттуда мы когда молимся и говорим Господи мы молимся о тех которые заповеданы молиться а потом никто не заповедовали дай им понять что покаяние Отец Небесный принимает только здесь на земле за гробом нет покаяния приемлемого им вот что нужно сказать а у нас на каждом шагу какие-то там ну предсказки про покойников все знают и на какой день 40-90 когда поминать только прости Господь жратва больше ничего нету нажрался как дурак напоминка погоровка такая лапши досыто наелся если поминаете покойника верили верующие не верующие я поминаю я поминаю Баварина Владимир Николаевич там памятная доска туда иду на мост молиться и обратно мимо иду остановлюсь и помолюсь господи как бы ни он этого не было я добивался верующий не верующий верующий в храме стоит с ребенком на руках вот так лучший мэр России был видимо я нашел где молиться мимо проходя а когда позвонил здесь корреспондент но ему нет он умер не умер он где-то а где и как мы помним добро люди которые не помнят благодарны называются так вот сейчас вот тебе скажи установишь ты себе этот прибор или нет чтобы быть вместе со всеми иначе с тобой будет такой же споткнулся и уже нет вот стоят здесь боятся зайти а потом нет таком это пустая ну а здесь вот смотрите что я буду говорить я буду возвращаться к одному к благовестию уже я сказал несколько проповедей на Марка 16-15 Господь последнее слово говорит идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари идите по всему миру я сказал допустим уже в общей сложности там Салом 103-й сейчас разобрались 8 проповедей сказал а сколько у вас проповедей на этот стих не знаю но примерно полторы тысячи с разных сторон осмотреть идите куда идите с кем идите в какое время это отдельно Библия все подробно говорит любой вопрос буду задавать не ответите а почему да не идете потому опыт никакого опыта нету опыта нет это сегодня а сегодня по интернету ты можешь до конца вселенной достать наши проповеди все остальное люди буквально растаскивают вот я с вами познакомился пять лет вот теперь только был баптист а теперь я стал православным это новые души вот я и дом мой будем служить Господу с чем ты явишься с тем что лишние килограммы нажил Бог надминул нет с Богом сам а что Богу нравится нет больше радости как на небесах если душа обращается и ангелы ликуют дороже этого ничего нету ни выигрыши наши ни образование ни женитьбы ни рождения нету обращения души о каждом кающемся ангелы радуются на небесах и теперь перебери свою жизнь где кто пришел когда пришел а сколько пришло сколько ушло взвесить и ни одного нету а я сегодня по интернету ты столько можешь увидеть ты сейчас опять готовиться к окрещению окрещение седьмого июля что было батюшка не определен у людей нет она вот просто надо на эти идеи составить поэтому мы остались здесь как батюшка говорит костяк а там садятся бабки костяк костяк считается центральное такое хотя бы мы здесь остались как дальше быть будем мы заботиться об этих или нет или рассеялись вовсе по всем холмам то есть что считается возвышенным у людей устремляется туда заканчивает образование несколько университетов по теряевке у меня был знакомый один четыре высших образования четыре тринадцатикратный чемпион подзюдо в органах мбд вагнер вагнер его фамилия был вагнер как приедет по теряевку а вот такой он не пузатый был а я ему опять говорю опять меня рылом об землю это в германию поехал стоит на вокзале в аэропорту упал недвижим вогнер Николай Николаевич и помолиться нельзя никогда Боге не говорил но он человек очень добрый и показал а добрых там водой их очень много сбежавшие из-за допилинговые там много и так я вас прошу помочь проповеди какие-то меня выйдете дать переложить их в буквы выражения вот которые здесь есть это я сам один печатал тут кажется Галина немного помогла мне Кубайкина здесь тысячи проповедей не одна сотня и так сегодня мне нужна помощь а завтра может и не потребуется кто может помочь никого нет а тут-то я бы тебе сейчас сразу скинул и все и главное сегодня ночью которая скинула одна и говорит проверять я сказал я буду корректировать давайте новый давайте новому и мы уже примерно 80 проповедей которые уже у меня отдельно теперь я должен заново по буквы проверять у меня вот так вот в два часа ночи я уже сажусь стущу я прокинулся он упал ящик стоял прям висок висок разбил а это то же самое кровать заправлял а второй этаж и там темноте это не вижу ну и сунулся видишь среди ночи надо подготовить положить книги утро буду читать все что по салтыре и молитву Володя читает а остальное утром мы ведущие являемся тоже тоже могла давно себе поставить прибор и все бы знали сколько мы выпускаем за гробом нет покаяния есть такой виде рассказа умер батюшка матушке интересно где он есть и она молилась молилась и вдруг видит батюшку во сне и он в огне горит как она замолилась да батюшка порфирий дорогой да как же заказался мать я за всех отвечал а на самом деле не за всех нашему епископу я на голове у него стою там я хоть иногда отдохну воздух а вот там подо мной еще стоит это рассказ а в рассказе в этом сказка говорит ложь а в ней намек что дальше добрым молодцем урок хочешь быть добрым молодцем так если вас удержит от этого что-то от меня плохо прошу прощения но на суде божьем каждый на себе будет отвечать если ничего нет с пустыми руками явишься а то вот не хотел бы я бесплодным к трону господа прийти хоть одну хотел бы душу с ног по один в руках нести поется вот так вот я приду с ней сразу скажу господи вот вот она такая пришла вот здесь такое такое это такое такое почему это благодать божия когда первые два условия ходить во свете не во тьме у нас есть такие которые не заходят за то что записывается а и уходят навсегда не надо записывать а не надо то есть будь похож на меня мы нарушаем нет вот она идет видеозапись для интернета на улице заходишь только написано у нас везде в доме везде написано а что нужно делать отречься от самого себя первое свое ярость топтать второе возьми крест не стони какая была ни болезнь я каждый день когда щупаю свою болезнь и господи у меня так переносимо это не надо другое аж угодно исцелить вот диетолог назначен еще есть стараюсь выполнять это дело приготовьтесь больше вот это что у нас есть это внезапно будет закрыто храма не будет нигде не будет антихис уже при берях я не пугаю вас это называется алармовое состояние тревожное надо прощувствовать и увидеть что делается на востоке главное это весь мир люкует что славяне славян уничтожают а тогда мы восстаримся здесь это бог знает кому и что но это такое было израиль иудейское старство между собой воевали они считают конца края и наконец все рухнуло все пошли в плен а про этих которых в плен 13 глава 10 стих откровение и когда мы молимся до тех кого призвали из домов на фронт там написано так кто ведет в плен сам пойдет в плен кто убивал мечом будет надлежит быть убитым мечом и здесь терпение и вера святых ни святым это не дается богу слава богу слава во веки хотел добавить Игнать Ильич напомнил что-то прям забыл я к окрещению готовящихся и есть один матюревич Валерий 42 года ему он жил долго в Англии в Литве живет 23 года там прожил занимался такой непонятно чем короче говоря чужие грехи короче покрывал вот такая у него была странная профессия ну в конечном итоге Господь его коснулся а как коснулся Лене дает интервью Лена у него берет интервью наше и он не вспомнил даже ничего а Игнать Ильич его направил через Вячеслава ко мне и он вышел на меня и попросился в подопечные неправильное слово я говорю поручителем а ну я же не знаю я не русский давно в России не был я говорю да нет просто ты неправильно запомнил это слово ну так поговорили но пока он сам даже не понимает но очень он хочет креститься но что такое оглашенный нужно еще ему объяснять поработать с ним потому что он Библию не читал да и поэтому понимаете сами теперь он когда-то ее читал в молодости глубокой и вот теперь надо чтобы он пришел и вот надо помолиться об этом человеке чтобы он когда начал читать когда мы начали с ним трудиться в Слове Божьем чтобы он не разочаровался сейчас у него такая как всегда эйфория глаза какие-то но чувствуется что он многого не понимает он пришел на основе того что русский мир а встретил он в девятнадцатом году Лена начала свой канал и он это вспомнил и говорит о она мне понравилась точно я вспомнил платочек там юбка такая красивая я вот и ходил на нее там смотрел а что помнишь то ничего не помню на нее главное посмотреть красиво а она же что не себя только выставляет ролик про Гитлера у нас Сына Тихоновича и он это он вспомнил просто а так вот он много что смотрел поэтому ну вот его что-то коснулось Слово Божие какое он еще сам не знает ну и понятно не всегда если ты не знал да еще забыл поэтому поэтому это наша же лакмусовая бумажка то есть мы этим проверяем человека как Слово Божье на душу его действует не просто так что я вот верующий вот Игнатий про это рассказывал сейчас какие верующие то где они поэтому вот один человек уже на пути к окрещению опять из интернета содружество называется или интернет община как хотите все принял работает на земле у него там овечки там ну такое поросят по-моему нету а такое у него курочки и ему нравится это все но ему тяжело потому что чем попало занимался ну и теперь надо новые знания вот эти или подновлять и так далее живет с дедом со своим дед говорит такой суровый справедливый ну Литва сами понимаете что за люди они хозяйственные ну у них много что есть ну и конечно и одурманинные тоже и католичеством и вот этим самостью и гордыней поэтому Валерий звать его у него польские корни ну короче мы с ним рядом у меня белорусские корни у него польские я говорю мы с тобой совпали практически так что дальше он три километра от белорусской границы в Литве да в Литве приблизительно на уровне Гродного что-то я так понял ну их там как не это что не гнобят как русских вот сейчас вот это все он живет как бы в какой-то такой отдаленной местности болотистой там и лесистой вот и там как хутор какой-то у них вот так и поэтому ну выезжает иногда в город я его даже пока еще не спрашивал гнобят его нет но он русский мир его привел ближе к русских границам но так как он всегда жил он там и родился в этих местах в Литве а Литва тогда была еще советская да поэтому ну то есть к России относилась поэтому он это все вспоминал ну а приехал уже не то конечно все понятно дело он ехал думал сейчас приедет и соприкоснется с тем что было нету этого в общем и теперь вот и он наш в общем нашел это как обдушина он такой счастливый надо просто видеть глаза его когда начинаем с ним беседовать у него прямо так глаза горят вот прям такие он устремлен готов прям я так меня пересосать в себя наверное то что как я верую да вроде но я так знаю эту эйфорию столько людей сейчас вот массовый отход идет мужского населения и содружества и они поносят Игнатий Тихонович смеются над ним над нами потешаются над всеми короче над кем можно но больше всего достается общине в целом и Игнатий Тихоновичу вот тебе и духовный отец 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 молодец я к тому что сейчас Игнатий Тихонович говорил о событиях там вот на нашей границах мне прислали вот такую информацию я может послушайте с нами Павел Григорьев мы поговорим о молебне с российском главном охране вооруженных сил здравствуй Павел здравствуйте уважаемая Наталья Николаевна здравствуйте уважаемые зрители канала РВСН и обратиться я хочу следующим братья и сестры сегодня когда наша битва за суверенитет и справедливость носит национально освободительный характер мы вновь обращаемся к нашим предкам к их опытам как поступали они перед решающим сражением что делали когда стояли перед лицом смерти государственность гибели отечества перед битвой на Чудском озере народ соборно молился о победе поддерживая своего национального лидера Александра Ярославовича Нец или пришедшие полки на поле Куликова также совершили общую молитву перед вот этой великой сечи сокупантов ополчение Минина и Пожарского перештурмом стен Китая города обратило свой сердечный взор вновь к Богу прежде чем началась Бородинская баталья Бородинское сражение перед образом Богородицы и Спасителя понекла опять людская молитва и не случайно отнюдь не случайно Москву обносили на самолете спасительной иконы в годы Великой Отечественной войны сегодня наш черед стоять за страну Акзов не надо думать что гегемон слаб нет он коварен опасен и силен маскируясь под то что он не принимает в этом никакого участия как говорил генералиссим Суворов молись Богу в нем победа 25 декабря в 12.00 в полдень в главном храме вооруженных сил будет совершен молимен перед образом казанской иконы Божьей Матери Державный Покров о победе России встанем вместе и произнесем общую молитву обращаясь к Всевышнему Богу о помощи в освобождении нашего Отечества кто не сможет прибыть помолитесь у себя дома на работе на посту потратьте одну-две минуты заборно все вместе все страной 25 декабря в 12.00 за себя смерть за себя доним вот я это не зря вам сейчас вот я слышу зачем ты это дойдешь что-то тут теряем время я думаю что не теряем время потому что мы должны правильно оценить эту информацию она же ведь все равно дойдет до каждого из нас рано или поздно и просто нужно знать о чем молиться мы не будем молиться о славе оружия нашего Отечества мы будем молиться о том чтобы Господь примирил всех чтобы Господь дал разумение истины Его и чтобы пришли в эту истину все вот именно Христос чтобы они познали Христа Спасителя нашего чтобы они Бога испугались наконец-то они боялись какого-то оружия не чтобы не Емона этого боялись а чтобы боялись именно Христа что страх Божий сделал бы их мудрыми Галина Николаевна отписалась у нее там обострилась другая болячка не буду говорить она дома не молодец не говорите приболела понятно на связи ходит завершаем достойно есть окова истину блажите Тя Богородицу пресновлаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим без искрения Бога Слова родшую сучую Богородицу Тя величаем Господи защити Родину нашу от нашествия иноплеменников от внутренних расприй от беззакония которое втайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших Тебя обрати к истине чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат Тебе как должно пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе Господи праведны суды Твои над Россией за то что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии прости нас Господи Владыка жизни что сокрыли имя Твое Бог и Егова Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а во Отче Господи научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала слава честь и поклонение Пресвятая Троица Отец Сын и Святой Дух Аминь Аминь Господи прими нашу молитву издяния рук как жертву вечернюю благоухание приятное перед присловом благодати Твоей Божией и соедини наши молитвы с молитвами всех святых молящих Тебе на небе и на земле Ты Бог сотворивший этот мир и соблюдающий Его как зиждитель Ты Господь знающий все прежде бытия услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам любящий наш Отец Небесный ради голговских страданий пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных прими и наши молитвы исполни о всех заповедавших нам молиться о них и мы взываем о незаповедавших кому возместили слово истины кто что-то уже узнали о Тебе положи им твердо верить в то что покаяние возможно только на этой земле до смерти за гробом нет покаяния приемлемого Тобою Тебе Божий хвала слава счастье поклонения Отец Сын и Святой Дух Аминь Говори Господи Младыка слушают и дослышат рабы Твой голос Аминь С миром Божьим Оставайтесь на занятиях дружно все 3 младыц младыц и тюрли